Спектакль Джалабадского театра Барпы вызвал яркие чувства у зрителей и в первую очередь сострадание. И не только главному герою, ставшему жертвой правонарушения, но и герою отрицательному, получившему наказание за свою ошибку и преступление. Именно с этого спектакля начался двухдневный национальный форум «Ельге Бахталган Адлет-Тюлюк» – правосудие, ориентированное на людей. По инициативе Джалабадской прокуратуры и с участием актёров драмтеатра Барпы проводится правовой театр. Главная цель – повышение информированности о праве, противодействии, насилию. В целом мы хотим повысить значимость права. Большая часть зрителей – студенты юридических факультетов вузов Кыргызстана. Спектакль посмотрели и школьники старших классов. Актёр, сыгравший отрицательного героя, рассказал, что в спектакле показали проблемы современной молодёжи – миграцию, безразличие родителей к своим детям. «Мой персонаж Зулумбек Джаманбаев под воздействием лекарственных препаратов наносит ранение ножом своему близкому другу-однокласснику. Впоследствии его осуждают на 10 лет тюрьмы». Сценарий этой постановки был написан прокуратурой Джалабада. Спектакль с актёрами поставил режиссёр Курманбек Ниазбеков. Цель этого театрального проекта – поднять дискуссию о проблемах молодёжи. «Проводя встречи с несовершеннолетними и школьниками, мы читаем доклады и организуем круглые столы. Но мы хотели немного отдалиться от этого формата. Тогда родилась идея создать такую театральную постановку». Национальный форум правосудия, ориентированный на людей, проходил под гидой Верховного суда Кыргызской республики совместно с Джалабадским областным судом при поддержке проекта «Юсеид Укук-Булагы». Основное внимание было уделено вопросам взаимодействия с населением, расширению альтернативных методов разрешения споров и обсуждению механизмов улучшения прозрачности и доступности правосудия. «Мы впервые в Кыргызстане распространяем подход правосудия, ориентированный на людей. Система правосудия не ограничивается только лишь судебной системой. Мы работаем с Министерством юстиции, с адвокатурой Кыргызской республики, прокуратурой, а также с формальными и неформальными институтами». Представитель проекта «Юкук-Булагы» от «Юсеид Назира Раимджанова» также привела несколько примеров правосудия, ориентированного на людей. «Вот вы видите дом правосудия города Джалабад. То, что только лишь в одном здании расположены семь учреждений – пример правосудия, направленного на людей. Люди не будут тратить время на поездку из одного учреждения в другое, не будут тратить деньги на транспорт, питание и так далее». В Джалабадском доме правосудия также есть дежурная служба по оказанию бесплатной юридической помощи. Любой нуждающийся может обратиться сюда за поддержкой, в том числе получить услуги бесплатного адвоката. «Если раньше на пять судей было только два судебных зала, то сейчас в их распоряжении пять залов, а также отдельные комнаты для совещаний. Это говорит о том, что процесс одного судьи не будет накладываться на процесс другого, и людям не придется ждать». Председатель Джалабадского областного суда Ханвейк Токтосунулу провел для участников форума экскурсию по Дому правосудия. Он особо отметил, что это учреждение реализовано только лишь финансовой поддержкой Совета судей Кыргызской Республики и финансовой поддержкой президента. А организация ЮСАИД оказала поддержку в проведении двухдневного форума. Председатель областного суда также рассказал об учреждениях, расположенных в этом здании. «Семь учреждений – это Джалабадский областной суд, Джалабадский городской суд, административный суд Джалабада, служба судебного департамента Джалабадской области, служба судебных исполнителей города Джалабад, служба судебных исполнителей Сузакского района, а также служба приставов области. Эти семь учреждений в полном составе расположены в Доме правосудия». Второй день форума сопровождался интерактивными панельными дискуссиями. На форум-театре участники смогли сравнить два контрастных сценария судебных процессов. Один, демонстрирующий грубые нарушения и неуважительные отношения к участнику процесса. И второй, в котором соблюдаются все правовые стандарты и обеспечивается уважительное отношение по принципу правосудия, ориентированного на людей. Также в ходе форума был организован онлайн-опрос участников в режиме реального времени с целью оценки эффективности механизма сбора обратной связи от пользователей и посетителей судов. Этот механизм был внедрен в пилотных судах Наукадского, Тонгского и Свердловского районов. Завершился форум мастер-классами.